Приветствую вас! Ситуация заключается в том, что есть две проблемы, которые видятся мне у вас по тексту вашего сообщения. Первая проблема это как ваш брат и родители повлияют на отношения. То есть, что заставило вас порвать отношения с молодым человеком, которому вас очень сильно тянуло, по вашему же мнению, по вашему же утверждению. Значит, что заставило вас это сделать? Почему родители повлияли на ваше решение? Дальше, следующий момент. Следующий момент связан с тем, что вы вновь его увидели и вас вновь к нему тянет. В принципе, в этом нет ничего плохого. В принципе, это даже хорошо и прекрасно. Но вопрос заключается в том, почему вы не можете быть с ним. Опять-таки, и второй вопрос, который вам нужно задать, заключается в том, что вы хотите от этого человека. Какие вы, условно говоря, проектируете на него свои потребности, свои желания, может быть, какие-то или так далее. То есть, вопрос заключается в том, насколько вы отделяете ваши желания от того, что вы хотите получить, от того, что вы хотите дать этому мужчине. То есть, вот это вот концептуальная разница, принципиальная разница между тем, что вы хотите получить для себя и тем, что вам хочется дать мужчине. Понимаете? И вот эту разницу вам желательно бы хорошо для себя понимать. И чем лучше вы эту разницу для себя поймете, чем лучше вы ее для себя выявите, тем легче вам будет. И знаете, вот я думал, что решение этих двух аспектов, выделение этих двух аспектов, помогут вам разрешить ваши проблемы. То есть, разброс проблемы с противоречием, да, то есть, почему ваши родители и брат вас разлучили, почему вы позволили им это сделать. И проблема того, не слишком ли сильно вы привязаны к молодому человеку, да, то есть, нет ли у вас от него зависимости, потому что если зависимость есть, то ее нужно, конечно же, убирать, ее нужно, конечно же, купировать. То есть, что это удовлетворение ваших собственных желаний напрямую, самостоятельно, без мужчины, а когда, если это будет сделано, сделано, то вы уже будете независимы и будете независимы, уже сможете свободно, спокойно решать, хотите ли вы дальше, например, продолжать отношения с ним или нет. И если да, то что мешает, а если нет, то что вас удерживает. Вот, я думаю, такую оценку вашей ситуации можно дать. Соответственно, вам нужно дальше пронабатывать свою проблему уже с тем экспертом, наверное, которого вы выберете на нашем ресурсе. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, желаю вам всего доброго и удачи.